Привет всем! Пока вы занимались своими делами, я разузнала, где зарыта 40-метровая ящерица, попробовала на вкус марсианскую воду и почти подалась в нефтянку. Подробности, как всегда, далее. Томские палеонтологи обнаружили окаменелые останки колоссального ящера, чьи сородичи в свое время достигали до 40 метров длиной и весили до 110 тонн. На извлечение всего скелета из плотной парады ушло несколько лет. В результате сравнения найденных останков с другими окаменелыми костями титанозавров исследователи пришли к выводу, что перед ними совершенно новый вид. Травоядные динозавры из инфраотряда зауроподов обитали на территории современной Западной Сибири в конце мелового периода. В настоящее время томские ученые закончили описание своей находки и теперь собирают все фрагменты скелета в единое целое. Палеонтологи заявляют, что уже в этом году скелет будет выставлен в главном корпусе университета. Ученые из открытого университета, университета Лестера смогли доказать, что на Марсе в кратере Гейла долгое время находилась вода. Чтобы изучить минеральный состав пород, некогда покрытых водой, ученые использовали данные с марсохода Крюсити. Исследовав их, ученые пришли к выводу, что минеральные жилы, имеющиеся сейчас на поверхности Марса, сформировались в результате испарения воды из древних озер. Также ученые сделали предположение о вкусе марсианской воды. По их мнению, он был горьким, о чем говорит состав жидкости, которая еще и неприятно пахла. Оказалось, что вода Красной планеты содержала почти в 20 раз больше сульфатов и натрия, чем в обычной бутилированной воде. Молодые ученые Химического института имени Бутлерово Казанского федерального университета Ильна Саракипов и Артем Петров решают проблему использования катализаторов для подземной переработки нефти непосредственно в скважинах. Дело в том, что для активации катализаторов нужна высокая температура. Под землей данные условия практически нереализуемы. Однако молодым ученым удалось найти решение для увеличения эффективности катализаторов с использованием прекурсоров на основе железа, например, карбонил и железа. Это позволит доставить катализаторы непосредственно в точку активации. При подъеме температуры в пласте до 150 градусов карбонил распадется и будет получен необходимый катализатор окись железа. Это были самые необычные новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok